Все ВЛТ и Оливия развлечения в квартире себе находят постоянно. Старший брат учится в питерском вузе. Сейчас занятия проходят дистанционно. Сестра тоже сидит дома. Хоть официальных запретов на передвижение по городу нет, многие люди предпочитают на улицу не выходить. По крайней мере, в нашем районе все сидят по домам и заказывают продукты и разные вещи через интернет с доставкой. И то выходят на улицу лишь для того, чтобы погулять с собаками. После того, как Санкт-Петербург услышал о Москве, о том, что там ужесточили меры, то люди решили еще раз закупиться продуктами. Хотя город на сегодняшний день, конечно, пустынен. А это столица нашей родины. На улицах Москвы непривычно свободно. Редкие прохожие стараются себя от лишних контактов обезопасить. Полицейские, госинспекция безопасности дорожного движения, таксисты, работники аптек, продавцы в магазинах, охранники, да и попросту обычные люди надевают масочки. При спуске в метро мы тоже все надеваем масочки, ибо здоровье важнее. 30 марта. Находимся в метро. Станция Параг Победы. Самые суровые запреты введены именно в Москве. Но и в далеких от столицы городах люди начинают приучать себя к режиму самоизоляции. К примеру, в теплом Краснодаре многие перешли на удаленную работу. Те, кто такой возможности не имеет, трудятся, как обычно. Например, дом строят в наших окнах. И, пожалуйста, никто никакого карантина не боится. Но вместе с тем, вот там вот видно мост. И обычно в это время он просто полон. Стоит пробка обычная. Как ситуация будет разбиваться дальше в российских регионах, покажет время. Многие жители страны уверены, что если взять себя в руки сейчас и максимально самоизолироваться, то столь строгих порядков, как в Москве, можно будет избежать. Анастасия Степанова, ТВ21. Анастасия Степанова, ТВ21.